здравствуйте здравствуйте а вы откуда оттуда из россии да я вижу значок а вы что знаете флаг литвы желтый зеленый красный откуда вы знаете а столицу литвы знаете да какая польский город ну это не польский то литовский ну слушайте тебя муж это и литовский а для кого-то польский по польске вильна я знаю вильнюс литовскую столицу вильна вильнас литовская столица а вы из какого города этого города на ходом а я с города орла у вас есть русские товары нет нету да что это бумага не российская сомневаюсь у нас тут литовская есть место у вас производит туалет на бумагу конечно а что вы думали что вы только научились производить бумагу и на весь мир производите просто я знаю что в советские годы туалетные бумаги не было это что сейчас вы производите это достижение тебе не было в советские годы но мне рассказывают слушай ты твои родители ностальгируют по советскому союзу нет вы ностальгируете вы кто ну лично вы и ваши соотечественники многие астальгируют по советскому союзу наверное а что ты делал такого мне так кажется здравствуйте здравствуйте вы из россии да я из литвы хорошо часто говорят что путают литву с латвией не но знаете литву и латвию спутать скажем сложно столицы может быть попутать там рига и вильнюс это может быть но чтобы уже страны попутать ну сомневаюсь и ну вот мне прям так и говорят люди я путаю литву с латвией знаете как вот я живу в красноярском крае а есть у нас еще краснодарский край вот это люди точно путают ну в одном холодно в другом жарко как перепутать да один как бы к северу ближе а другой на юге есть такое да вообще в прибалтике я честно говоря не был хотелось мне в юрмалу съездить у нас ездили как-то но я вообще на плоти работал и у нас после навигации значит собирали группы и ездили по путевкам там ну кто в киев там ну по-разному знаете городам там и в юрмалу ездили хотелось мне попасть туда но не попал прозевал надо было конечно посмотреть но я но говорят что типа прибалты на нас там что-то ругается там быть кукатят это говорят ну так чтобы сильно осуждать как-то нет такого нет а у вас прям так и говорят прибалты не говорят что литовцам нет бывают конечно страны я просто обобщаю это уж я-то по-своему ну то есть там литва латвия эстония это уже как бы вот страны балтии до называют еще знаете как прибалтийские тигры прям вас так по телевизору говорят нет в интернете а почему так ну такие как бы знаете как вот собака есть такая моська которая маленькая но гавкает громко а это вы ассоциируете литву латвию эстонию с собачкой это не я это люди и так говорят что вот игры то есть страны маленькие а рычат как будто большие ну примерно из-за этого а вы как относитесь к тому что вот так говорят вы считаете нормально так что в наше время в наше время знаете народ как говорят у нас демократии нет не ребята у нас его видать излишки болтают то не попадя я бы даже сказал что надо быть поскромнее но людишки это такие твари что хрен их успокоишь его себе здравствуйте а вы этот литва что понятно ну как бы девушка несколько лет на вид вы угадали и я в флагах не разбираюсь блин я знаю что два таких государства есть литва и латвия ну вы знаете к примеру столицы столицу литвы и столицу латвии литва вильмус а латвия и рига а у эстонии какая столица таллин вот видите как вы хорошо в школе учились а вы где живете я в казахстане его здравствуйте здравствуйте вы из россии да я из литвы хорошая страна была была а почему было сейчас уже не хорошая страна я не знаю она была хорошей страной сейчас хорошая страна а почему у пенсионеров такие маленькие пенсии 1200 а почему вы считаете что там маленькая пенсия ну потому что они за квартиру платят 1000 евро какие тысячи вы не смешите меня вы имеете ввиду коммуналку или что вы имеете ввиду дом засняли снять от дома коммуналка и все остальное но вообще-то здесь у людей у пенсионеров я не знаю на 99 процентов имеют в собственности свой дом либо квартиру им не надо аренду платить но кто-то говорит что приходит нет вы путаете наверное литву может быть с германией либо с другой страной какой-то но в литве нет в литве даже сама аренда в крупном городе к примеру в столице да стоит где-то 400 евро ну и коммуналка 150 будет откуда вы взяли такую информацию разговаривал сейчас тоже с литвы а и вам кто-то из литвы такое рассказал да 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 то что говорят у меня горит жена тоже пенсию получает и вот вывозим как можем а ваши пенсионеры как живут в россии наши отлично вас отлично да живут в литве плохо живут а у вас отлично если пенсионер у нас от 25 тысяч рублей ну я не буду переводить 250 это евро будет 25 тысяч рублей 25 тысяч это минималка это средняя скорее всего это среднем не говорят пенсионеры из россии что средняя пенсия у вас до того основном больше у меня вот мать получает под 40 но у нее наверно свое жилье есть но ты в литве у людей тоже есть свое жилье ну ладно поэтому не верьте всем кто здесь что-то такое говорит надо это проверять всю всю эту информацию нужно проверять нельзя каждому просто брать и верить ну это это 100 процентов я с вами согласен на 100 процентов я с вами согласен на 100 процентов я с вами согласен на 100 процентов я с вами почитаю